Это новости на канале НСК 49 в студии Татьяна Учукжанина. Здравствуйте и смотрите сегодня. Не растет и не падает. Уровень распространения коронавирусной инфекции продолжает оставаться высоким. Министр здравоохранения Новосибирской области рассказал, что предпринимает власть для борьбы с ковидом. Без маски – штраф. Продолжаются проверки санитарного режима в торговле. Больше всего нарушений выявлено в небольших магазинах. Налоговики бьют тревогу. Руководитель налоговой инспекции Новосибирской области рассказал о непростой ситуации со сбором налогов в регионе. А теперь об этих и других событиях более подробно. Каждый день новый рекорд. В таких условиях сегодня работает система здравоохранения нашего региона. О ситуации с распространением коронавируса и предпринимаемых властями мерах по борьбе с ковид-19 расскажет Василий Акимов. В минувшую среду, 21 октября, в нашем регионе был установлен новый рекорд по количеству заболевших коронавирусом за сутки. По данным оперативного штаба, в этот день было зарегистрировано 186 новых случаев. В четверг, 22 октября, ситуация хоть и улучшилась, но незначительно. Стало известно о 180 случаях ковид-19. Общее количество пациентов, которые находятся сегодня на стационарном лечении, 4156 человек. Значит, в реанимациях находится 281 человек, на ИВЛ 67. Отметим, что при признаках заболевания тест на коронавирус в обязательном порядке должны делать лишь тем, кому за 60. Таковы распоряжения данные Роспотребнадзором. Поэтому некоторые специалисты не исключают возможности того, что ряд заболевших ковид-19 просто не были протестированы и, соответственно, им не был поставлен правильный диагноз. Впрочем, по данным статистики, количество протестированных в нашем регионе продолжает расти. Общее количество тестов, которые мы провели за это время – 637 950 исследований. Наши три лаборатории, которые продолжали работать и продолжают работать по тестированию, получили референс-статус. Таким образом, теперь их все подтверждающие исследования, они уже будут являться основанием для постановки диагноза без повторного подтверждения в учреждениях Роспотребнадзора. Острой нехватки койко-мест в больницах на сегодня нет. Свободны примерно 13% для больных коронавирусом. Связано это и с тем, что многие люди лечатся дома. За вчерашний день мы из наших ковидных стационаров перевели на долечивание, на домашнее лечение порядка 180 человек. То есть для нас самое важное сегодня – получить тот объем коечного фонда, который позволит нам осуществлять тот оборот по количеству пациентов, которые мы госпитализируем и выписываем, либо переводим в стационары, которые не требуют оказания, так скажем, неотложной медицинской помощи. Продолжается и перепрофилирование учреждений под прием больных коронавирусом. В частности, сейчас решается вопрос с Сибирским окружным медицинским центром на улице Отдаевского. Кроме того, три учреждения под ведомственные департаменту под социальной политикой мэрии города Новосибирска также готовятся к перепрофилированию. Помогут ли эти меры избежать нехватки койко-мест с приходом пика пандемии? Ответ на этот вопрос узнаем уже скоро. Соблюдение масочного режима и выполнение санитарных мероприятий, предписанных Роспотребнадзором – главные критерии, на которые обращают внимание участники рейда, организованного региональным Минпромторгом. Александр Булдаков принял участие в одной из таких проверок, которая прошла в торговых точках Октябрьского района Новосибирска. Он выяснил, насколько сибиряки свыклись с необходимостью прятать свое лицо под маской. Уже больше полутора тысяч рейдов по предприятиям торговли и общепита с момента ввода ограничительных мер провел региональный Минпромторг. Проверки, как и положено, проходят с участием специалистов Роспотребнадзора и полицейских. В этом рейде его участники обратили внимание на то, что большинство магазинов и кафе были в курсе о предстоящем мероприятии. Тем не менее, нарушения долго искать не пришлось. Самая распространенная из них – не полностью надетая маска. Но у продавцов оправдание и отговорки давно готовы. Ходить целый день в маске – это для здоровья противопоказано, потому что выделяется очень большое количество углекислого газа, который не дает выходить. Из-за этого мозг не поступает в дистанцию количества кислорода, и человек может упасть в оморок. И еще один вариант оправдания продемонстрировала продавец-кассир Вера. У меня раздражение кожи идет. А нос почему не закрываете? Легкие болят, мне тяжело лишать, поэтому не могу одевать маску на лицо нормально. И вот так дышите на всех покупателей, да? Нет, я когда не подходит, я одеваю маску. Ну вот я подошел, вы не надеялись. Но мы же не покупатели. Как говорится, без комментариев. И руководство магазина на все это смотрит сквозь пальцы. Впрочем, как и на поведение покупателей. На этого молодого человека теперь составляет административный протокол. И к его отговоркам полицейский сочувствием не проникся. Да она у меня есть. Я вот только что вышел из другого магазина. Был в маске, вот сейчас зашел, держал в руках. Ну то есть особого значения этому не придаете? Почему не придаете? Почему не придаете? Сейчас такая напряженная обстановка. Вторая волна, так что... Некоторые нарушители масочного режима в общественных местах оправдания себе не ищут, а сразу идут в наступление. Почему вы без маски в магазине находитесь? Ну как? Чтобы дышать было. А вдруг вы дышите какими-то бактериями? Нет, нет. Видите, я белой стороной вверх. Значит, я не заражен. А у вас неправильно маска где-то. Так она у вас вообще снята была? Нет, ну а в принципе вы неправильно маски носят. В принципе, вы в принципе без маски были. И еще одна популярная отговорка. А что, я один такой без маски что ли? Но в целом похоже на то, что люди все же понимают и принимают масочный режим. В крупных торговых центрах, как вы в том числе могли убедиться, режим соблюдается. Проводятся контрольные мероприятия со стороны работодателя, со стороны магазина. Что касается малоформатной торговли, то есть магазинчиков возле дома, да, там нарушения встречаются пока еще, к сожалению, почаще. Важное примечание. У полиции, у сотрудников Роспотребнадзора в Новосибирской области есть все полномочия заводить административные дела на нарушителей. Впрочем, как есть право не обслуживать клиента без маски и у торговых предприятий общепита. Никакой закон о защите прав потребителя магазин не нарушит, прекратив обслуживание этого покупателя. Мы дараем разъяснения, даем комментарии, что все это было сделано законно и на законных основаниях. Есть судебная практика, есть масса нормативно-правовых актов на этот счет. И чем же чреваты нарушения масочного режима? Юридическим лицам обеспечен штраф от 100 тысяч рублей. Индивидуальным предпринимателям от 30 до 50 тысяч. Обычные граждане рискуют потерять до 10 тысяч рублей. Вопрос, а оно того стоит? Однозначные выводы в период пандемии делать нельзя, уверен руководитель областного управления Федеральной налоговой службы, говоря о собираемости налогов в регионе. Что на это влияет? Ждать ли каких-то дополнительных послаблений налогоплательщикам в будущем? Об этом далее в нашем репортаже. От срочки, обнуление платежей, снижение ставок и эти и другие меры поддержки бизнеса в нашей стране внесли определенные коррективы в показатели органов ФНС нашего региона. Особенно это коснулось объемов налоговых поступлений. К тому же число зарегистрированных юридических лиц впервые за долгие годы преодолев планку 100 тысяч снизилось почти до 98 тысяч. Количество вновь зарегистрированных организаций по сравнению с прошлым годом упало на треть, отмечает руководитель областного управления Федеральной налоговой службы. Ненамного лучше ситуация и с индивидуальными предпринимателями. Индивидуальных предпринимателей у нас в области зарегистрировано 86 тысяч и с начала года такой статус приобрели вновь 11 тысяч физических лиц. Но с другой стороны 11 тысяч физических лиц прекратили занятия предпринимательской деятельностью. То есть тоже баланс такой нулевой. Впрочем, на этом фоне появилось 22 тысячи новых налогоплательщиков из категории самозанятых. Что касается объема поступлений, то в консолидированный бюджет Российской Федерации налоговыми органами за 9 месяцев, несмотря на все сложности, мобилизовано на 1 миллиард рублей даже больше налогов. Общая сумма поступлений составила 140 миллиардов рублей на 0,6% выше уровня прошлого года. Общая сумма поступлений по страховым взносам составила 101 миллиард рублей. Здесь, правда, мы видим отрицательную динамику. А вот налогооблагаемая база НДФЛ и страховые взносы в нашем регионе сохранились. Это может говорить о том, что большинство рабочих мест малому и среднему бизнесу удалось сохранить, как и уровень заработной платы, отмечают в налоговой службе. К сожалению, этим же нельзя похвастаться, когда мы говорим о налоговой базе по налогу на прибыль. Сокращения произошли и в части начислений, и в части поступлений. Поступление уменьшили за 9 месяцев на 1,3 миллиарда рублей или на 4,5%. В этом сегменте наибольшее влияние оказалось снижение поступлений отряда крупных налогоплательщиков из банковской сферы и отрасли добычи полезных ископаемых. Исходя из всех вышеперечисленных параметров, в региональном управлении ФНС сильно сомневаются, что удастся исполнить консолидированный бюджет Новосибирской области. Он должен был составить порядка 159 миллиардов, но по оценке экспертов наберется чуть больше 145 миллиардов рублей. По страховым взносам поступление ожидается около 144 миллиардов рублей, что на пару процентов будет меньше прошлогодних показателей. А вот объем задолженности, наоборот, вырос примерно на 6 миллиардов и достиг суммы 32 миллиарда. Случилось это по причине трехмесячного моратория на взыскание долгов. Но в настоящее время ситуация выравнивается. Говоря о перспективах деятельности налоговых органов региона в целом, Алексей Легастаев выразил надежду на то, что ужесточение ограничительных мер в сфере экономики у нас не произойдет, и налогоплательщики переживут непростой период пандемии. Никто из ученых точно не может сказать, что такое человеческая память. Что-то мы помним всю жизнь, а что-то забываем через несколько дней. Сохранить в памяти самые яркие события жизни помогает фотография. В культурном центре ЦК-19 открылся мультимедийный проект «Память как инструмент перемен», на котором представлены фрагменты истории страны и нового времени, попавшие в объектив фотографа. Подробности в нашем сюжете. Порой в прохладный осенний день приятно побродить по тихим музейным залам и узнать для себя что-то новое или вспомнить давно забытое старое. Новый мультимедийный проект, открывшийся в ЦК-19, представляет такую возможность. Само его название «Память как инструмент перемен» подсказывает, что здесь посетители ожидают застывшие моменты жизни людей, страны и событий. Проект посвящен 75-летию Великой Победы во Второй мировой войне. Проект «Память как инструмент перемен» начался двумя новосибирскими фотографами, известными очень, это Андрей Ложков и Евгений Иванов. Еще 15 лет назад они тогда решили запечатлеть последних героев, оставшихся в живых, вот того знаменитого поколения, огненного поколения ветеранов Великой Отечественной войны. Сейчас в этом проекте принимают участие более 20 фотографов из разных стран и городов России. На выставке представлено много съемок и фотографий, старинных и сделанных за последние несколько лет. На трех экранах в течение 30 минут можно увидеть, как менялась жизнь страны, как менялись люди. Если вглядеться внимательно в лица солдат, идущих на фронт, то можно понять, что шли они в неизвестность. А грустные глаза ветеранов, оставшихся в живых, говорят о перенесенных потерях, а может и о трудностях их бытия в современном мире. И причем это современные съемки, которые объединяют весь проект, и теперь он, в общем, от фотографий еще дореволюционной, архивов, личных архивов известных людей, до нынешнего поколения, перед которым, собственно говоря, вся эта проблематика и встанет. Как отличить патриотизм от популизма, например, или от пропаганды. Последняя съемка, которая осуществлена Евгением Ивановым, она сделана под Ленинградом, где поисковики со всей России искали жетоны погибших солдат, там, где воевала 2-я ударная армия, там, где сопротивлялись блокаде, в общем, отстояли Ленинград. И это уже новейшее поколение. История не должна искажаться, и люди должны знать, как все было на самом деле. Для того, чтобы прочитать мемуары или исторические документы, требуется много времени. Тогда на помощь приходят фотографии. Посещение проекта можно отнести к посещению киносеанса. Здесь, в спокойной обстановке, в затемненном зале, под музыкальное сопровождение, можно посмотреть кинохронику и почитать сопроводительные тексты. Было бы правильно предоставить возможность нашим зрителям увидеть этот проект, еще и приедя непосредственно к нам в центр ЦК-19. Но я хочу сказать, что это не тот же самый проект. То есть весной, в мае мы показывали как раз архив фотографий, видеоархив. Сейчас у нас мультимедийный проект. Это тоже проект «Память как инструмент перемен». И здесь представлены и фотографии, и видео. Любую выставку можно сравнить с путешествием во времени. Перед тобой мелькают лица, события, времена. А за окном осень и проходят мгновения жизни. Так что у вас есть прекрасная возможность своими глазами увидеть историю нашей страны и найти ответы на интересующие вас вопросы. Выставка «Память как инструмент перемен» будет работать до 8 ноября. Это все на сегодняшний день. Мы следим за развитием событий. Наши новости всегда на сайте nsk49.ru. Ваши мы ждем в рабочее время по номеру 220-2105. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго и берегите себя.